Друзья, на фоне стремительно обостряющейся конфронтации России и стран Запада, Москва устроила неприятности США, продав Китаю тонны золота. Тем временем певец-шаман установил мировой рекорд, а отряды бывшего ЧВК «Вагнер» могут вступить в бой с территорией Белоруссии. Об этом и не только в нашем сегодняшнем обзоре новостей. Ну а для того, чтобы всегда быть в курсе событий, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. Заслуженный артист России шаман Ярослав Дронов на концерте, который прошел на Красной площади, установил рекорд по продолжительности пения одной ноты. Об этом сообщает на официальном портале Книга рекордов России. Во время концерта он пропел одну ноту песни 29 секунд, таким образом установив новый мировой рекорд, попав в Книгу рекордов России и в Клуб мировых рекордов, говорится в сообщении. Сертификат об установленном рекорде шаману был передан непосредственно во время концерта. Тем временем отряды бывшего ЧВК Вагнер могут вступить в бой с территорией Белоруссии. Заявления Министерства иностранных дел о ситуации на белорусской границе являются актом истерики со стороны киевского режима. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале блогер и обозреватель Юрий Подоляко. По его словам, эта истерика связана с тем, что украинское военное командование полностью оголило белорусскую границу для проведения авантюры в Курской области и возможного нападения на Брянскую область. А между тем силы, находящиеся на территории Белоруссии, вполне могут скоро вступить в бой. И прежде всего это касается отрядов бывшего ЧВК Вагнер, которые являются мощным боевым кулаком. Автор поста допускает, что об этом может иметься договоренность президентов России и Белоруссии, которая стала результатом их недавней личной встречи. При этом Минск формально не будет считаться стороной конфликта, поскольку Вагнеры не являются частью белорусских сил. Ранее сообщалось о том, что соседняя страна потребовала от Белоруссии отвезти войска от государственной границы на расстояние, превышающие дальность поражения существующих в Белоруссии систем огня. Тем временем Москва устроила неприятности США, продав Китаю тонны золота. Госдолг США недавно достиг нового рекордного уровня. Задолженность по государственным облигациям превысила 35 триллионов долларов. Пока Вашингтон продолжает накапливать долги, Пекин нашел применение американским облигациям, говорится в материале китайских аналитиков. За первые 7 месяцев этого года Китай сократил свои инвестиции в американский госдолг на общую сумму в 113 миллиардов долларов, отмечает автор. Санкции, введенные США и Евросоюзом против России, существенно изменили глобальную финансовую систему. В результате этого доверие к западным валютам и облигациям падает. Примером этого является Китай, который последние несколько лет систематически избавляется от американских облигаций, а полученные от их продажи средства активно использует. Пекин активно закупает золото, расплачиваясь за него средствами, вырученными от продажи американских облигаций. Большая часть драгоценного металла поступает из России, одного из крупнейших мировых производителей золота. Китай импортирует значительное количество российского золота, отмечает аналитик. До введения санкций Россия поставляла основную часть своего золота на Запад, где находятся крупнейшие в мире биржи по торговле драгоценными металлами. В результате большая часть российского золота оказывалась в британских и швейцарских финансовых учреждениях. Однако западные страны позже запретили импорт российского золота, полагая, что таким образом смогут лишить Россию значительной части доходов. Тем не менее, этот шаг оказался ошибочным. Поставки драгоценного металла были перенаправлены на восток. Страны, стремящиеся сократить зависимость от американского доллара. Импорт российского золота ускорил обесценивание доллара США, считает автор материала. В итоге тонны золота вместо западных банков оказались в Азии и странах Ближнего Востока, где они используются для диверсификации резервов и сокращения доли доллара в них. Этот процесс приводит к ускорению дедоларизации, что ослабляет влияние американской валюты и самих США.